изначально я не хотел записывать видео на эту тему самостоятельного продвижения сайта все-таки мы прибыльная организация seo-студия которая оказывает услуги по продвижению сайтов зарабатывает на этом деньги ну если это не сделаю я то сделает кто-то другой когда я вел этот запрос просто увидел множество неактуальной информации возможно она даже была когда-то актуальная но seo не стоит на месте постоянно развивается google яндекс вводит новый алгоритм ранжирования увеличивается уровень конкуренции сегодня уже почти 2 миллиарда сайтов в интернете только представьте эту цифру и конкуренция действительно огромная поэтому многие стандартные методы которые были расписаны еще пару лет назад они сегодня не работают и как действительно сегодня продвигать сайты чтобы получить результаты смотрите в этом видео кто меня не знает меня зовут улитовский анатолий я основатель компании seo-quick прежде чем перейти к основному вопросу у меня вопрос к тебе если у тебя какие-то уникальные методы продвижения сайтов если они есть поделись нашей аудитории напиши свои методы в комментариях потому что подписчики нашего канала и те кто будет смотреть это видео они читают комментарии и даже часто заказывают услуги у тех кто написал действительно грамотные комментарии и мы переходим к следующим вопросам первым вопросом давайте обсудим что не нужно конкурировать с крупными известными сайтами это огромная ошибка множество молодых сайтов которые заходят в интернет создают какие-то интересные проекты и что они делают они начинают конкурировать с какими-то крупными проектами которые люди уже знают которые люди уже доверяют и пользуются и они создают похожий контент иногда даже лучше но при этом они не получают никаких результатов по одной простой причине потому что google ранжирует те сайты которые люди хотят видеть которым они доверяют то есть если они ваш проект не знают если они его не видели они не будут его открывать и зачем гуглу или яндексу показывать ваш проект это огромная ошибка пытаться конкурировать с крупными компаниями то есть если вы создали сайт с нуля подумайте кто ваш реальный конкурент то есть посмотрите на тех кто скажем так не на высоком уровне тот вид контента который не обладает высоким высокими пузомерками какими-то показателями там domain authority или какие-то другие то есть или не имеют какого-то высокого трафика то есть это ваш основной конкурент это то же самое что к примеру если вы занимаетесь боксом можете ли вы сразу приехать на чемпионат мира или на олимпийские игры понятное дело вам необходимо потратить много времени в спортзале тренироваться провести множество спаррингов после этого вы можете выйти на какие-то региональные турниры если вы их выиграете вы можете перейти потом на какие-то более серьезные турниры и после этого выйти на международные и уже непосредственно принимать более серьезных соревнованиях то есть если вы создали сайт это тоже самое что в любом виде спорта прежде чем получить какие-то результаты вам необходимо конкурировать с теми кто находится с вами на одном уровне то есть не пытайтесь конкурировать с крупной компанией которая там стоит несколько миллионов долларов которая имеет огромные рекламные бюджеты то есть вы создавая контент похоже как у них вы не получите результатов по одной простой причине что они вкладывают рекламу они знают что такое реклама вы только изучать этот рынок в процессе изучения оборота непосредственно анализа своих ошибок вы будете постоянно расти но при этом ваш основной конкурент это те кто находится тоже на начальной стадии но который уже получает там первый трафик который имеет действительно какой-то трафик который имеет какой-то небольшой авторитет то есть его можно измерить там либо мозг либо серпстат и чрез семраж множество похожих инструментов которые проверяют авторитетность непосредственно именно домена определите вашего конкурента и сначала конкурируйте с ним перерастете его берите планку повыше идите выше но при этом не пытайтесь сразу переранжировать какие-то крупные сайты к примеру там как можно переранжировать там лента.ру или корреспондент или там розетка или озон.ру или в американском сегменте amazon или какие-то там каяк экспедиа букинг к примеру мой родной брат он 15 лет уже живет в америке решил создать блок на тему weight loss да он смог скинуть свой вес причем это он сделал за пять месяцев он потерял там около 15 килограммов мало того он рассказал мне как действительно можно потерять вес довольно интересная методология при том что я 20 лет не мог потерять свой вес то есть у меня было где-то около 85 килограммов сегодня мой вес уже составляет 73 килограмма то есть действительно методология работает я потерял 12 килограммов вы не поверите за два с половиной месяца и при этом я бы не употреблял какой-то меди медицинские какие-то таблетки какие-то там другие препараты то есть это естественным путем можно действительно сегодня потерять вес и я вам скажу без этих лишних килограммов 12 килограммов и чувствую себя намного лучше причем это произошло всего лишь за два с половиной месяца что решил мой брат создавать контент там где он уже создан компаниями которые стоят больше миллиарда долларов то есть огромные бренды это индустрия в американском сегменте это огромные компании которые просто там я не знаю у них бюджета там зашкаливает за разумные пределы потому что они зарабатывают эти миллиарды долларов не стоит вам с ними конкурировать вы не сможете переранжировать amazon что же необходимо делать это ведет нас сразу ко второму вопросу вторым вопросом давайте обсудим почему стандартные методы сегодня не работают я думаю что любой человек который хочет углубиться в сего он что сделать он зайдет в google напечатает seo-курс книга или что-нибудь тому подобное или какие-то seo блоги начнет их изучать смотреть и при этом множество устаревшего материала и в основном практически все seo-курсы они рассказывают одно и то же то есть это найди список поисковых ключей составь это семантическое ядро сделать технические ауди сделай аудит юзабилити создай какой-то классный контент и продвигайся на самом-то деле стандартные методы сегодня не работают действительно это была основа если бы вы пришли ко мне 10 лет назад и сказали как продвигать сайт я бы вам сказал именно вот вот эти шаги полностью делайте вот это и вы получите результат сегодня это не работает забудьте про стандартные методы продвижения забудьте про это старые seo-курсы какие-то книги практически везде говорится одно и то же но это не работает почему не работает потому что два миллиарда сайтов по любому запросу который вы не напишите в google или яндекс вы увидите что поисковик покажет миллионы результатов а топ-10 всего 10 сайтов то 75 процентов трафика они сидят в топ-10 практически весь трафик он в топ-10 если какая-то часть и переходит в топ-20 топ-30 вообще какой-то минимальный трафик и он как правило уже знает все лучшее предложение стоп-10 поэтому первое что необходимо делать забудьте про стандартные методы продвижения сегодня они не работают необходимо подходить нестандартно и это ведет меня сразу к следующему вопросу третьим вопросом давайте обсудим что как необходимо создавать контент забудьте про поисковики если вы хотите продвигаться сегодня в поисковиках как бы банально это не звучало просто про них забудьте помните про человека вы должны создавать контент только для человека давайте представим для чего были созданы поисковики чтобы предоставлять максимально полезную информацию человеку никому-либо не роботу не программе а именно человеку и сегодня поисковик действительно это умная поисковая система которая определяет что необходимо человеку какой бы вы запрос не вели поисковик уже понимает какой вид контента необходимо раджировать он показывает этот контент он удовлетворяет именно непосредственно желание человека а не робота поэтому множество рекомендаций о том что необходимо писать непосредственно контент вписывая там какое-то определенное количество ключей это не работает создавайте контент только для человека просто можете забыть про поисковик единственное где необходимо помнить про поисковики там про поисковые ключи это title и description то есть это мета информации куда можно вписать непосредственно поисковые ключи потому что многие которые вводят поисковые запросы они сканируют поисковую выдачу если они не увидят поисковые ключи они просто не перейдут и действительно это работает и поисквик ранжирует сайты когда он видит там поисковые ключи вот дальше в тексте это не обязательно hrefs провел исследование еще в 2016 году о том что 75 процентов сайтов не имеет даже одного поискового ключа непосредственно в их контенте почему да потому что поисковая система научилась определять что необходимо пользователю она определяет синоним она определяет вид контента она понимает соответствие и сегодня стоит забыть непосредственно именно для создания контента непосредственно для поисковых роботов создавайте максимально классный контент но он должен быть только для человека. Это первоочередно. Кто может создать такой контент? Это должен быть специалист, который знает эту тематику. Это большая проблема сегодня, что многие нанимают копирайтеров, которые не знают тематику или договариваются с ними за количество символов. Но это сегодня не работает, потому что поисковику важно не количество, а ему важно качество. Копирайтеру, который оплатили за количество, что он начинает делать? Он начинает лить в воду. Побольше напишу, побольше заработаю, но это сегодня не работает. Необходимо непосредственно создавать контент специалистам, которые, во-первых, знают эту тему, которые много лет этим занимаются. К примеру, зайдите в наш блог. Это все написано SEOшниками, которые много лет непосредственно занимаются SEO. Мы уже просто сотни SEOшников забраковали, которые пытались писать для нашего блога. Если он не знает SEO, то нет, он не будет писать для нашего блога. Пишу либо я, либо Николай, либо какие-то другие SEOшники. Действительно, у нас множество классного контента и мы заплатили за этот контент много денег или своего личного времени, но это высококачественный контент и это то, что действительно сегодня дает результаты. Поэтому помните, ваша цель человек, не поисковая машина. Поисковая машина, она обслуживает человека, чтобы передать ему необходимую информацию. Четвертым вопросом давайте обсудим, какой контент необходимо создавать. Понятно, что это надо создавать высококачественный контент, действительно написанный для человека, но огромная проблема в том, что многие начинают создавать действительно классный контент, полезный контент и он не ранжируется, не дает результатов. А почему? Потому что вы конкурируете с множеством другого высококачественного контента. Прежде чем составлять свой контент план, посмотрите с кем вы конкурируете. Возможно, уже расписали действительно множество классного контента по вашему вопросу к примеру если мы напишем контент там по запросу SEO курс или просто SEO да то есть там огромный уровень конкуренции там столько конкурентов там огромной компании которые имеют сотни или тысячи сотрудников которые действительно вкладывают большие деньги непосредственно именно в продвижение и с ними конкурировать это утопия потому что их бюджет огромный и они уже создали классный контент к примеру вы создали классный контент также множество другого классного контента и поисковик начинает уже по каким-то другим алгоритмам определять кого лучше ранжировать то есть это возможно ссылки это возможно бренд это возможно какие-то другие алгоритмы то есть их там 200 алгоритмов еще каждый алгоритм имеет множество под алгоритмов что вам необходимо делать не пытайтесь конкурировать с высококачественным контентом просто забудьте то есть и когда вы составляете контент-план если вы видите что топ 10 и даже 20 занято какими-то классными статьями действительно полезной информации не пытайтесь их переранжировать если вы начинаете с нуля когда в будущем вы действительно продвинетесь вы будете иметь трафик тогда действительно можно создавать какой-то конкурирующий контент и переранжировать за счет каких-то других своих параметров но если вы начинаете с нуля даже и не и не лезьте не пытайтесь с ними конкурировать просто забудьте ваша цель непосредственно создавать контент там где действительно его нету высококачественного контента но при этом он аранжирует хороший трафик и это ведет меня к следующему вопросу пятым вопросом давайте обсудим как слабый контент сегодня генерирует классный трафик и этого действительно много действительно много что слабый контент сегодня собирает огромный трафик который вы не можете забрать создавая высококачественный контент вся проблема в том что создавая высококачественный контент и пытаясь конкурировать другим высококачественным контентом здесь уже множество параметров которые играют дополнительную роль но есть множество написано написанного контента который был написан там больше трех лет назад он уже устаревший он какой-то неполный это действительно какой-то тонкий контент то есть там небольшое количество символов там может быть я не знаю там три тысячи символов две тысячи символов то есть какая-то старая устаревшая статья если вы создадите именно непосредственно контент в тех тематиках в которой непосредственно был создан слабый контент и он сегодня генерирует классный трафик вы можете легко их переранжировать потому что самый важный алгоритм ранжирования в google это высококачественный контент то же самое это в яндекс высококачественный контент ваша цель найти этот контент мы для этого используем hreo всем rush серпстат или просто ручные методы мы пересматриваем непосредственно именно контент который собирает классный трафик но он при этом низкого качества мы проводили не одно исследование к примеру мы написали статью один из методов продвижения в instagram я потратил две недели собирая информация расписывая делал классный гайд после этого мы написали легкую статью заработок в инстаграме заработок в инстаграме начал ранжироваться буквально через два дня и я потратил на неё два дня написал за два дня эту статью про продвижение инстаграме потратил две недели изучение сбора информации написал длинный кайт и что продвижение в инстаграме имеет множество другого высоко качестве контента то есть мне сложно конкурировать с тем кто уже его создал но когда я написал про заработок в инстаграме твои ядра то есть его нашли как стандартная семантическое ядро проверьте непосредственно контент ваших конкурентов есть там высока качестве то То есть самое главное, пытайтесь отстраниться от стандартного вашего семантического ядра. То есть если вы нашли какую-то стандартную семантическую ядру, проверьте непосредственно контент ваших конкурентов. Если он там высококачественный, если действительно вам сложно будет с ними конкурировать, не пытайтесь, просто забудьте. Не пытайтесь забрать все, это невозможно, вы не можете ранжироваться по всем запросам. Выберите непосредственно контент, который был создан больше трех лет назад. Это устаревшая тонкая информация, которая не дает ответы на вопросы. Создайте что-то лучшее, создайте большую классную статью, классную информацию. И действительно это будет, вы выиграете в этом плане, потому что вы создадите актуальный контент, более полный, более сильный и заберете этот трафик. Если вы зайдете в наш блог, мы пишем статьи в основном там, где действительно мы можем взять легкий трафик. То есть мы не пытаемся конкурировать с какими-то большими расписанными статьями, которые просто забрали топ-10. Но мы просто забираем легкий трафик. Почему? Потому что мы создаем контент. Мы то же самое уже делаем для наших клиентов. То есть мы сидим, смотрим, находим статьи, которые, опа, написано там 2014-2013 год. Там вообще информации практически нету, да, на нее есть ссылки и все остальное. Но самое важное это высококачественный контент. Когда вы расписали полную информацию, большую, классную, непосредственно ее начинаете продвигать, вы получаете быстрый трафик. Это то, что сегодня работает. Это нестандартные методы продвижения. Поэтому сегодня важно забыть про стандарщину и идти нестандартно. И переходим к следующему вопросу. Шестым вопросом давайте обсудим, что необходимо делать дальше. А дальше очень просто. Необходимо создать лучший контент. То есть ваш контент-план должен выглядеть таким образом. То есть вы нашли множество статей, там 10-20 статей, которые генерируют хороший трафик. Которые были созданы 3-4 года назад и больше. Которые были, содержат устаревшую информацию, какую-то неполную информацию. Распишите длинный классный контент и его продвигаете. То есть ваша задача создать что-то лучшее. Для этого необходимо первоочередно найти специалиста, который будет оценивать свое время, а не за написание количества символов. Если вы будете платить за количество символов, как это делается на сегодня на биржах копирайтинга, это не работает. Потому что копирайтер, которому платят за количество, он начинает просто лить воду. Он льет громадное количество воды. Например, Джон Мюллер и множество других специалистов в Google не раз говорили о том, что Google не считает количество слов на странице. Он смотрит, сколько времени пользователь проводит на странице сайта. То есть это поведенческие факторы. Мало того, даже больше. Он смотрит, насколько полезна была эта информация. К примеру, пользователь нашел вас в поисковике, перешел, провел на вашем сайте 5 минут. Ушел в поисковик, нашел другой сайт, провел там 1 минуту. Но после этого он не вернулся в поисковик. И второй сайт как раз получит основное ранжирование, потому что он дал максимально полезную информацию и пользователь дальше не искал. Если же пользователь переходит на ваш сайт, проводит множество времени, но не находит то, что ему необходимо и возвращается в поисковик, это дает сигнал поисковику, что информация не полная и не актуальна. Вот этот параметр его измерить невозможно. Поисковик не дает информацию о том, возвращается ли пользователь в поисковик или нет. Это можно проверить только Google непосредственно и Яндекс, поэтому мы измеряем обычно другие параметры, то есть это время удержания пользователя на сайте и это показатель отказов, то есть эти параметры они более-менее сообщают, то есть чем выше непосредственно удержание времени на сайте, к примеру, там Search Engine проводил исследование, что сайты в топ-10, они где-то удерживают пользователя 3 минуты 10 секунд. Мы смотрим, что по нашим статьям было больше 3 минут 10 секунд и непосредственно у нас статьи там по 5, по 7 минут, есть даже 9 минут, которые удерживают пользователя, это довольно-таки высокие показатели, то есть удерживая побольше времени, мы знаем, что возможно, скорее всего, что пользователь долго читал, он не вернулся в поисковик для чтения, то есть и смотрим показатели отказов, конечно для статей блога они выше, чем для каких-то коммерческих страниц, потому что на коммерческой странице пользователь, как правило, смотрит, кликает, переходит там в корзину или какие-то другие элементы, поэтому здесь показатели отказов ниже, для страниц блога они, как правило, где-то там 60-90% это абсолютно нормально, поэтому прежде чем заказывать какой-либо копирайтинг для вашего блога непосредственно, найдите специалиста, который знает эту тематику, если специалист не знает, он напишет чушь, к примеру, у нас множество англоязычных клиентов, что они делают? они начинают искать копирайтеров, которые напишут им дешево на английском языке, но на самом-то деле дешево, это некачественно, копирайтеру, который ему платят за количество, он начинает рерайтить, он начинает лить воду, это сегодня не работает, вам любой ресурс, который определяет плагиат непосредственно уникальный, не уникальный текст, он рерайт не определяет, он покажет вам, что 100% уникальность, а на самом-то деле информация пережеванная, она уже есть везде, это сегодня не работает, То есть должен писать специалист, который действительно знает тематику и может предложить ее под другим углом, то есть не ту информацию, которая есть. К примеру, вот смотрите, вы стремитесь в топ-10, пользователи часто читают информацию в топ-10 и непосредственно, если они перейдут на ваш сайт и увидят ту информацию, которую они уже читали, они просто уйдут, потому что они уже это видели, это неинтересно, они пойдут дальше. Поэтому важно писать под другим углом, у нас практически каждая статья, это не стандаршина, которая есть в других статьях. Иногда даже бывает, я просто не захожу и не смотрю, что писали конкуренты, чтобы написать под другим углом, чтобы даже подсознательно, случайно не своровать эту информацию непосредственно, а предложить что-то свое. Или более правильно, некоторые, допустим, они читают, что написали конкуренты и составляют тоже под своим углом. То есть это может сделать специалист, который действительно знает тематику. Тот, кто знает, он напишет какой-то новый уникальный продукт. Это непосредственно не скопированный продукт, это не копия продукта, это свой уникальный продукт, который действительно будет интересно. И эта информация удерживает пользователя, она отвечает на вопросы. Желательно, конечно, расписать побольше, длинную информацию. Если даже поисковик не читает длину, он при этом учитывает, чтобы вы максимально ответили на все вопросы пользователя. То есть посмотрите, по каким статьям аранжируется ключа, это непосредственно ваш список вопросов. И распишите эти вопросы. То есть не надо вставлять там ключи в текст, непосредственно думать, что поисковики будут учитывать. Нет, он не учитывает, ему параллельно на эти ключи. Но давая ответы на эти поисковые ключи, потому что это, скажем так, это конвертированные вопросы, вы непосредственно даете ответы пользователю, который перейдет с поисковика и получит необходимую информацию. Поэтому моя вам рекомендация, создавайте длинный, большой, современный контент, который отвечает на вопросы пользователей. Забудьте про количество, потому что многие приходят, говорят, сколько мне писать там, 3 статьи в неделю, 5 статей в неделю. Нет ответа на этого вопроса. Сейчас важно качество, а не количество. Вы напишите одну классную статью за месяц, как делают брендин, вы получите больше результата, чем будете пытаться написать множество статей, множество материала, но оно будет низкого качества. То есть оценивайте непосредственно качество. Вот мы свой блог, бывает пишем раз в неделю, бывает пишем несколько раз в неделю, но это пишет, как правило, один специалист. У нас один специалист может неделю-две искать информацию, расписать и красивенько выложить. А непосредственно, если бы это делал только один копирайтер, я не думаю, что он бы смог писать в таком огромном количестве. Учтите, сколько у вас копирайтеров есть, насколько времени необходимо, чтобы создать действительно классный контент. Возможно, лучше иметь одного копирайтера, который будет непосредственно работать в вашей команде, будет знать ваш продукт, будет знать, о чем он пишет и непосредственно дать ему эту работу. Или работайте удаленно, но с теми, кто уже писал классный контент. Мы, когда находим копирайтеров удаленно, мы смотрим, а где ты писал? Ага, ты писал на этих блогах, опа, твои статьи дают трафик. Так давай сотрудничать, пиши для нашего блога. Мы заплатим тебе больше, мы заплатим дороже. Я вам скажу, допустим, мы не напишем 10 статей низкого качества, мы напишем одну классную, мы заплатим больше этому специалисту, но мы знаем, что мы реально получим по ней трафик, мы знаем, что мы получим по ней результаты и непосредственно она будет ранжироваться и будет продвигаться. И давайте обсудим последний наш вопрос. Седьмым вопросом давайте обсудим, что необходимо делать на финальной стадии. На самом-то деле, вот вы создали классный контент. Это просто обалденная, классная информация, которая отвечает на вопросы пользователей, которая новая, современная, актуальная. И что же дальше? Дальше необходимо это продвигать. Просто представьте, вот даже вот сняли какой-то классный блокбастер. Что делает продюсер? Они вкладывают деньги в продвижение. Необходимо сообщить, что мы сняли такой блокбастер. Если люди не знают, кто на него пойдет? Так же само здесь. Если вы создали классный контент, но при этом никто об этом не знает, поисковик, ему будет все равно. Пусть у вас будет лучший контент в мире, но его никто не рекомендует. А если его никто не рекомендует, тогда чего его ранжировать? Поэтому в последнем этапе, когда вы действительно создали классный контент, продвигайте его. Для этого не надо создавать тонны ссылок. Это уже сегодня не работает. Тысячи ссылок, сотни ссылок, даже десятки ссылок. Зачем? Создайте парочку классных ссылок. Каким образом? Когда вы создали классный контент, действительно полезная, хорошая информация. Первично, что необходимо сделать. Зайдите в Facebook. Создайте платную рекламу. Лучше всего, конечно, это ремаркетинг на вашу аудиторию. Если у вас нет постоянной аудитории, то просто создайте какую-то платную рекламу на целевую аудиторию и сообщите о вашем контенте. То есть потратите 30-50 долларов непосредственно, чтобы была реклама на вашу новую статью. Проблема в том, что многие на Facebook, они пытаются продвигать непосредственно коммерческий контент. Но аудитория Facebook, она другая. Им абсолютно неинтересно покупать. То есть, если вы зашли на Facebook, ваша цель не купить товар. Ваша цель непосредственно это прокомментировать другие публикации, написать какие-то сообщения, полайкать другие фотографии. То есть, аудитория Facebook, это другая. Вот, к примеру, вот вы пойдете на пляж. Есть у вас цель купить помидоры? Нет, потому что это надо идти в супермаркет или на базар. Там ваша цель купить какие-то овощи, фрукты. Но при этом, будете ли вы покупать в овощном отделе полотенце или тапочки для пляжа? Нет, потому что здесь вы уже пойдете непосредственно в какой-то торговый центр или какие-то другие магазины. Также сама аудитория Facebook. У них нет цели покупать. Вы, когда зашли на Facebook, у вас поменялось настроение. Поэтому на Facebook необходимо делать рекламу именно непосредственно информационного контента. Это какие-то статьи. То есть, если вы написали классный контент, полезный, проведите платную рекламу. Потратьте там какую-то определенную сумму денег. Сообщите о том, что есть такой контент. Второй способ. Проведите Outreach. То есть, непосредственно, когда вы создали лучший контент. Посмотрите на контент ваших конкурентов, которые вот он был устаревший, неактуальный. Но он имеет какие-то внешние ссылки. Проведите Outreach. Напишите тем, кто ссылается на эту устаревшую информацию. Сообщите. Вы знаете, я создал лучшую информацию, более полезную, более интересную. И она даст больше информации вашей аудитории, чем ту, на которую вы ссылаетесь. Понятно, что все не поменяют ссылки. Возможно, даже 5% в лучшем случае поменяют эти ссылки. Но эти 5% будут достаточны, потому что у вас высококачественный контент. А поисковику это важнее. Высококачественный контент. Второй уже параметр непосредственно link building. То есть, не надо создавать сотни ссылок. Создайте 1, 2, 3, 4, там 5 ссылок, небольшое количество. Но этого уже будет достаточно поисковику, чтобы непосредственно ранжировать именно ваш контент, вашу статью. И тогда вы действительно получите результаты. Итак, чтобы действительно доказать, что все, что было сказано в этом видео, правда. Особенно для наших хейтеров. Мы проведем честное соревнование по амрестлингу. Раз, два, три. Видите, это правда. Анатолий, вы же сказали, что вы мне подадитесь. Обязательно подписывайся на наш канал, нажимай колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видосах. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитрыовал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...